Микс Ньюс Два гостя, уже мы их представили, это Даниль Павлюц и Инс Далдерис. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Для начала, может быть, давайте коротко прокомментируем результаты выборов. Господин Павлюц, давайте начнем с вас. Объединение для развития ЗАА получит в 7-13 мест. Ваше имя также среди тех, кто был избран. Как оцениваете результаты выборов? В целом, я думаю, избиратели, люди Латвии отправили очень явный и понятный месседж послание политическому классу, то есть элите политической. Все коалиционные партии оказались ниже новых партий, кроме согласия, у которых тоже сократилась поддержка. И мы тоже заметили то, что явка в тех регионах, где согласие традиционно доминировало, тоже не очень уж. Соответственно, я думаю, это послание не только бывшей коалиции, но также и вообще в целом тем партиям, которые до сих пор доминировали на латвийской политической сцене. Соответственно, народ хочет перемен, если цитировать Виктора Цоя, то хочет перемен, причем перемен разумных. В целом, боялись мы агрессивных популистов, очень серьезно боялись. Здесь мы, собственно, АТС и БПР за развитие говорили про риски, скажем, вот такой деконструкции, скажем, страны. Мы об этом говорили очень открыто с августа месяца и, скажем так, обошлось более-менее. Так что я хочу поблагодарить всех избирателей, всех жителей Латвии, всех, кто пришли на выборы за разумный, умный выбор и послание вот таких современных перемен со смыслом и с опытом и знаниями. Господин Далдерис, вот многие члены вашей партии уже после появления первых экзитпулов в интервью нам отмечали, что довольны результатами, благодарили избирателей. Как вы оцениваете результаты выборов? В целом, я думаю, у нас, наше государство не отличается от других тенденций в мире и в Европе. Конечно, протестные голосования, это сейчас популярно везде. Мы видим Брексит и Трамп и другие страны, где популисты, агрессивные популисты получают очень большую часть голосов. Если говорить о том, как я оцениваю наши партии единства и объединения явно обвинутые, конечно, я думаю, результаты хорошие, потому что после того, что мы пережили в прошлом, какие были ситуации четыре года назад с бывшим председателем партии единства, тогда я думал, что это конец. Это не конец. Мы видим, что люди разумные, зрелые, умные, которые могут все-таки работать вместе и могут показать, что им есть, что предложить избирать. Ну вот, согласно результатам, новое единство, всеми будут представлять восемь депутатов, и вашего имени нет в списке. Вот как вы думаете, с чем это связано? Ну, я думаю, что я уже понял, что для меня это, ну, как сказать, о себе уже в прошлом, как о политике, когда я начал открыто протестовать против решений уже четыре года назад, потому что я понял, что после этого меня не выберут уже не избирателей Вену Атыба, и, наверное, уже, как мы видим, как прошло выборы, и моя коллега, и уже и новая партия тоже не выбирает таких людей, которые довольно резко могут работать в своих партиях. Так что это уже все было довольно понятно для меня, и никаких сюрпризов нет. — Господин Павлевец, вы сказали о том, что это протестное движение, возможно, такое... — Это господин Далдерс сказал. — Простите. Но в любом случае, что люди хотели перемены, они, в общем-то, за них и проголосовали. Но, видимо, что явка все меньше и меньше вообще с каждыми выборами, и в этот раз, опять-таки, очередной антирекорд у нас поставлен. Не говорит ли это о том, что люди протестуют тем, что они не голосуют? — Очень даже возможно. — Какие могут высказывать недовольство? — Очень даже возможно. И на этот вопрос можно посмотреть с разных сторон. Во-первых, конечно, я думаю, ну, конечно, играет роль какие-то побочные факторы. Ну, скажем, там была погода хорошая или еще что-то. Об этом иногда говорят. — Погода мы тоже говорили. Это не на муниципальных, а каждый выбор. — Да-да-да. — Плохая погода не идет. — Вот я как раз говорю, что об этом говорят, я не уверен. Там какая-то корреляция есть, вот такая связь. — Более три дня было давно до, в общем-то. И плохая там погода тоже в эти дни была, поэтому... — Ну, если серьезно, то, конечно, я думаю, это серьезный сигнал, того, что, скажем так, люди отреклись от политики. Возможно, устали, возможно, отчуждились. Да, то есть потерян вот эта связь и интерес. Задача нас, новых партий, в том числе нашей социально-либеральной партии, которая все-таки обращается в том числе к молодежи, к, скажем, людям, которые имеют такое, ну, я думаю, судя по нашему празднованию, потом очень такой энергичный подход к жизни в целом. Хочется разбудить вот этого спящего гиганта, да, в нас, вот интерес как бы в участии в политических процессах на данном этапе, на национальном уровне, через три года на муниципальном уровне. Я думаю, это только начало. Я очень хотел бы надеяться, что в будущем вот как бы удастся все-таки разбудить опять-таки этот интерес к участию в политическом процессе. Напомню, что Латвия, в принципе, имеет такой антирекорд по поводу участия жителей в политических партиях. Это один процент неполный. В Литве и Эстонии заметно больше, скажем так, в развитых западных странах, там, до десятков раз больше, да, вот как бы вот это участие в партиях, у нас это до сих пор табу. Это должно меняться. Господин Далдарь, что вы думаете по поводу низкой явки? Ну, я думаю, если мы смотрим исторически, тогда самые большие явки, самая большая политическая активность народа тогда, когда большие кризисы, когда очень большие перемены, или городуты, или что только что случились. Ну, я считаю, что это не очень плохо, что люди все-таки не все время живут политикой. И это означает, что нет огромнейших проблем и кризисов в нашей стране. Потому, как я говорил, что исторически всегда люди идут на выборы, когда они чувствуют, что что-то задерживается, что что-то творится очень-очень критическое. Так что это моя оценка. Я думаю, что сейчас мы не переживаем самые плохие времена, которые были у нас в Латвии. Так что это одно. Я считаю, что люди выбрали что-то делать для себя, для своей семьи, не идя на выборы. Но я считаю, что это положительно, конечно. Это очень плохо, что такая маленькая явка, потому что это не дает полное представление о том, что люди действительно думают. Господин Павлиц, хотели что-то добавить? Да, у меня такая реплика просто. Как бы вот это не первый раз я слышу от представителей бывшей коалиции, что как бы мы молодцы, хорошо работали, и люди потеряли интерес, потому что все хорошо. Я хочу заметить, что я это читаю иначе все-таки. Мы чувствовали очень сильно, до сих пор чувствуем, что народ устал от некоторой такой стагнации латвийской политики, от отсутствия такой целенаправленности, динамики и так далее. И я не считаю, что коалиция работала хорошо, и поэтому люди не пришли. У нас есть звонок, и я напомню, что вы можете звонить. У вас есть такая возможность. 672-12-93-9, 672-13-93-9. И звонок у нас пропал. Перезвоните нам. Напомню, что и в WhatsApp вы можете нам писать. Не снимайте наушники. Звонок появился. 2-3-0-6-1-9-1, в WhatsApp. Доброе утро. Надевайте наушники. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, я соглашусь с тем, что сказали, что только в кризисе большая явка, и результаты выборов, в принципе, они были ожидаемы, поскольку двухэтажная Латвия живет очень и очень хорошо, и результаты, как бы, изменений никаких не нужны в стране. Раз человек хорошо живет, то зачем ему какие-то изменения? Но я бы хотел спросить ваших гостей по поводу, знаете, чего? Я не очень понимаю, когда закончится этот беспредел в Латвии с выплатой компенсацией членом уходящего Сейма, не попавшим в будущий Сейм, и членом правительства, которое подает в отставку. То есть членами уходящего Сейма это временный контракт, и нигде в мире вообще, да и в Латвии, если человек подписывает временный контракт на год, на два, на три или не четыре, ему после окончания временного контракта не выплачивают компенсации. А здесь люди подписали фактически временный контракт, знали, что подписали его на четыре года, и требуют и по закону полагающие компенсации. Это вообще-то безумие. Спасибо. Ну, я как бы не имел возможности до сих пор никогда голосовать за такие предложения, и я как бы ответственности за это не чувствую. Я думаю, надо дал господин адресу спросить. Я тоже никогда не голосовал, но это всемирная практика, так и есть, и я не согласен, что нет таких компенсаций после контрактов. Это действия во всем мире большие для высоких должностей, и такая возможность есть всегда, и не только в основном и частном секторе так и происходит. Примем еще один звонок, и опять он у нас пропал. Звоните нам. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вот хорошо, что я попила кофе, и тоже успела бальзама. Мне смешно. Значит, все разделилось на две части. В минуту опасности у деловых людей расправляются крылья. И такие, как у вас. Больше всего думаете о себе. А то, что касается народа, народ правильно, народ выбрал. То у народа, как у Александра Блока, одна ли состалась надежда смотреться в колодец двора. Вот и все. Ничего вы не сделаете и делать не будете. То, что касается компенсации, как в мире, не в мире. Так, 8 евро, и все. И на выход. Так, какие-то вы добавки сделали к пенсии. Мало того, что еще берете налоги. И совесть вас не мучает. Удачи, ребята. Спасибо. А что было бы, если бы кофе не попили? Ну, что я могу сказать. Относительно пенсии, я думаю, ну, чего-чего. Но из новых, как бы, партий, если посмотреть даже Дэйв, в том числе даже коалиционных по программам, то одна тема, на которую, как бы, все согласились, это то, что необходимо срочно убыстрять темп повышения качества жизни тех людей в Латвии, которые все-таки доход которых низкий. В первую очередь, это пенсионеры. Это поднимать среднюю пенсию, повышать срочно вот необлагаемый минимум пенсии. То же самое относительно людей, которые получают минимальную или близко минимальную зарплату. Опять-таки, повышать минимальную зарплату, в первую очередь, до 500 евро. Продолжать ее поднимать. И необлагаемый минимум также приближать и уравнивать в течение нескольких лет, выравнивать с уровнем минимальной зарплаты. То есть, как бы, это было бы самый прогрессивный такой шаг. Я думаю, что новое правительство, каким бы оно ни было, согласится заниматься этим вопросом в первую очередь. Вот каким вы его видите, новое правительство? Самый актуальный вопрос, мне кажется, ближайший день, потому что есть много красных линий, и не только о которых говорят. Она одна, серьезно, она одна, в красной линии одна. Причем ее рамку вот эту они сами начертили уже на своих плакатах. Это то, что говорят. Но, например, у вас в программе вы выступаете за, ну, как говорят, это однополые браки лекализовать. Я думаю, что часть партий, которые прошли, с которыми могла бы быть коалиция, например, не готова к этому шагу. Там тоже национальное объединение, например. Ну, вряд ли они согласны на такой шаг. Ну, знаете, в первую очередь, спасибо, да. Я хотел бы сказать еще одну вещь относительно итогов выборов. Я думаю, это исторический поворот. Первый раз в истории Латвии на политической сцене с таким хорошим результатом выступает открытая социально-либеральная партия, с открытой социально-либеральной платформой, без обиняков каких-то, да, и я думаю, это исторически, да, то есть либеральная публика у нас в стране есть, есть такая необходимость, и есть люди, которые поддерживают такие взгляды, открытые западные, либеральные. Соответственно, теперь мы, конечно, можем концентрироваться на отдельные вопросы, которые поляризуют, да, скажем, политическую сцену. Но в то же время огромное количество вопросов, по которым у нас сходится мнение, дайте нам немножко времени пообсуждать вот эти политические темы и выйти с разумным предложением для развития страны. Я думаю, что вот такой, ну, если не консенсус, то, по крайней мере, осмысленный компромисс найден будет. То есть, в общем-то, готовы на уступки, вы думаете, что партия, на какие-то уступки, оговорки? Я не сказал уступки, я сказал разумный компромисс. Это, конечно, подразумевает какие-то, скажем так, шаги с разных сторон для уменьшения противоречий. Господин Далдерис, как вам картина представляется будущего? Да, ну, ситуация нелегкая. Я думаю, тут у нас будет долгий процесс, это не будет быстро, потому что действительно есть уникальная такая ситуация, что есть одна красная линия, а другим, чтобы объединиться в коалиции и сделать правительство будет очень трудно, потому что перед выборами все что-то заобещали, такие вещи, которые уже понятно, что вместе просто сделать невозможно. Тогда пока вот будут найдены эти компромиссы, пока все отойдут от своих очень больших установок, это требует времени, потому что как-то надо объяснить своим избирателям, почему мы так уже строго не придерживаемся своим обещаниям. Так что это уже будет нелегко, это будет требовать времени. Но я думаю, что нет, безысходной ситуации нет, и возможность есть довольно хорошая, и создавать такое правительство, которое может хорошо работать. — Господин Галдарис, вы неспроста сегодня сидите вместе с господином Павлицем, известно, что вы были одним из создателей движения «ЗАНа», потом покинули его, поскольку движение «ЗАНа» захотело сотрудничать с «Единством», вот почему вы все-таки не остались там? — Да, я уже немножко начал об этом, потому что у нас были, несмотря на то, что я был один из некоторых, людей, которые вообще создавали идеи, что надо новой партии, мы вместе с «Елзой», сидя в парламенте, вместе много, не один год этим думали и создавали эту партию. Но я понял уже довольно рано, что люди, которые пришли, очень образованные, очень умные. И они просто тем, которые уже работают в политике какое-то время, они просто нео-стрицарские, не доверяют полностью. И это было уже довольно понятно. И там есть, конечно, немножко разные чисто идеологические разногласия, потому что я считаю себя более либерально правым человеком, чем основная часть движения «ЗАНа». И потом я понял, что, как мы сейчас и видели после выборов, что результат будет все равно такой, как у «Елзой» сейчас после выборов. И для меня тоже. Это было часто, я должен был бы ясно. Из-за этого я понял, что все-таки я работаю в парламенте, я должен закончить свою работу в парламенте. Так я сделал, и все. И я остался во фракции и в партии. Так что это такая ситуация нормальная. Но я понял, что это объяснить избирателям полностью, чтобы они поняли и выбрали меня, это невозможно. У нас звонки по двум линиям, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я на прямой эфир попал, правильно? Да, 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 говорите. Смотрите, депутаты наши, это ведь, по сути, мои наемные работники, правда? Вот я сейчас, например, жду маляра, ко мне сейчас придет маляр. И вот если ко мне придет, допустим, маляр вот с ведром краски и скажет, вы знаете, у меня есть красные линии, я, например, не буду делать малярку, если со мной будут говорить не на том языке, или, допустим, какие-то условия, и он начнет открывать рот и ставить хоть какие-то условия, вот что, если не развернут и не толкнут отсюда, какого черта, вот вас избрали, идите работайте, какие нафиг у вас могут быть красные, зеленые, оранжевые линии, можешь работать, работай, не можешь работать, пошел вон. Все очень просто. Спасибо. Правда, не так это делается? Ну, не все очень просто. Ну, нельзя же маляра заставить заниматься, скажем, работой сантехникой или же еще, там тоже будут какие-то контрактные обязательства, какие-то определенные ожидания взаимные, или работать с краской, которая, скажем, вредная для здоровья. Я думаю, там, ну, как бы... То есть вы говорите о том, что депутаты лучше знают, что для народа. Нет, я говорю, что контракт всегда, он с обоих сторон должен быть обсужденным, осознанным и понятым. Даже с маляром будет обсуждение того, как и что, и за сколько, и так далее, он будет работать и сколько часов. Так что депутаты в этом случае или партии, они все-таки продекларировали какие-то свои позиции. Они не новые, они явные, они известны. Это перед выборами было известно. Ну, и результаты выбора показали, да, если так говорить про честность и справедливость, что большинство все-таки, несмотря на то, что у согласия упал, там может быть, рейтинг, но большинство проголосовало за согласие. Их все равно, который год уже оставляют. Ну что, 19% с чем-то. Хорошо, большинство из тех людей, которые проголосовали, они все-таки были за согласие. И их опять оставляют. Но это тоже, не считаете, что это чуть-чуть несправедливо по отношению к избирателю? Нет, я считаю, что надо привыкнуть к той мысли и согласию, и многим другим, что партия согласия давно уже не имеет никакой монополии по представлению интересов, позиций, и русскоговорящей части населения Латвии. Социально-демократическая партия европейская, они точно еще не стали, не знаю, станут ли, но как бы монополии на мнении русскоязычных, я считаю, согласия уже давно нет. Но это единственная их, если так можно выразить, а фишка, которая была единственная, чем они могли зацепить? Или люди все-таки не только за русский язык голосовали, когда голосовали за согласие? Ну, это, наверное, стоит спросить господину Шакова, и понимаю, он потом будет в эфире. Я могу сказать вам точно то, что в наших списках также были представлены русскоязычные люди, интеллигентные, образованные, разные, и женщины, и мужчины, и так далее. И наша партия определенно является партией, это я говорил, на улице при агитации людям, и буду продолжать говорить и представлять, что мы работаем на всех людей Латвии в соответствии с Конституцией. Это начало Конституции Латвии говорит о том, что власть в Латвии принадлежит латвийскому народу, не латвийскому народу, как господин Домброва ошибочно цитировал, а латвийскому народу, то есть всем людям, которые здесь живут, всем гражданам. У нас есть опять звонки по двум линиям. Доброе утро. У меня такой вопрос, неудобный, я думаю, гости готовы отвечать на неудобный вопрос. Давайте. Вопрос вот такой вот, как может быть так, что люди готовы вести диалог, разговор о легализации садамии, но не готовы разговаривать с теми людьми, которые хотят учиться на своем родном языке? Вот как такое может быть? Это неправда. Что подразумевает, скажем, например, наша программа по поводу, как бы, памат из глейтейб, начального образования, да? Значит, программа состоит, собственно, в том, что мы имеем общую сеть школ в Латвии, не разделенных по этническому признаку, а общую сеть школ, чтобы они были хорошие и доступны в первую очередь. Все дети учатся, по крайней мере, на трех языках с первого класса. Это латышеский язык, родной, если это не латышеский, то есть, соответственно, создаются необходимые условия для того, чтобы либо в группах, либо на индивидуальном уровне, если это небольшая языковая группа, молодой человек мог изучать свой родной язык, культуру и так далее. Ну и, конечно, иностранный язык, по крайней мере, один. Это английский изначально, потом больше. И технологии. Вот, как бы, такой подход. Я здесь серьезно не вижу противоречия, как бы, по поводу, скажем, учтения прав национальных меньшинств в Латвии. Это ваш подход. Новая консервативная партия, например, за то, чтобы был обучение на латышском языке. Как дружить? Я думаю, что чего бы мы ни говорили, ни думали по поводу билингвальной модели, которая имела место в Латвии уже сколько лет. Тут есть определенный, как бы, результат, есть определенные, как бы, улучшения, и, как бы, деконструкция этого не нужна. Надо продвигаться вперед. Господин Долдерич, что-то есть добавить у вас? Трудно. Тут, по-моему, вопрос о садомии было. Примем звонки у нас. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Я бы хотел вернуть слушателей к вопросу о минимальной заработной зарплате. Я, как понял, у вас сейчас в студии бывшие министры экономики присутствуют. И как же так получается, что вы, заботясь о благосостоянии малообеспеченных групп, поднимаете минимальную зарплату, хотя на самом деле мелкий бизнес уже не может платить ту минимальную зарплату, вы назначаете. И по факту вы, поднимая минимальную зарплату, поднимаете зарплату самим себе любимым, поскольку ваша зарплата привязана именно к минимальной зарплате. И все чиновничьи ставки привязаны к минимальной зарплате. А для того, чтобы повышать благосостояние малоимущих, надо не минимальную зарплату повышать, которую люди не могут платить, а надо повышать необлагаемый налоговый минимум на низком конце и повышать максимум облагаемый налогами на высоком конце. А вы этого не делаете. и рассказывайте нам про минимальную зарплату. А бизнесмены уже не могут платить эту минимальную зарплату. Спасибо. Мне очень жаль слышать обиду, ощутимую, остязаемую обиду в голосе человека. Давайте не будем смотреть на часть предложения реальности, а на предложение в целом. По сути, предложение, прозвучавшего, я совершенно согласен, это точно соответствует нашему предложению. То есть, необходимо поднимать не только саму минимальную зарплату, что для людей очень важно. Я понимаю, что предпринимателям это будет нелегко, но при этом нам очень важно выходить из тени, и повышение минимальной ставки зарплаты – один из самых эффективных шагов сокращения теневой экономики в любой стране. Но при этом мы также, я это уже говорил сегодня утром в эфире, что мы будем поднимать ставку необлагаемого минимума. Вот как раз как было предложено. И также наша партия совершенно явно предложила продолжение увеличения прогрессивности налоговой системы, то есть увеличение в будущем, как бы вот разницы налоговой ставки между низкими и высокими доходами. Мы можем повышать высоких доходов разного типа, то есть всех типов дохода, не только подоходного по зарплате, и понижать или сокращать вот эту, ну как бы эффективную ставку для маленьких доходов. Ну мы сейчас быстро, вы уже видели по комментарии, что быстро поднимать, очень быстро поднимать минимальную ставку невозможно, потому что бизнес просто не выдержит этого, и потому мы сейчас предложили, делали просто в последние годы, такие шаги, шаги каждый год примерно 50-60 евро поднимая, которые может и малый бизнес, и может это просто вытерпеть, но мы знаем, что большие протесты были, особенно из Латгалии, из других регионов, которые уже говорили, что они просто не могут 430 минимальную зарплату просто платить, и будут большая возработица региональная и уже структурная, и то, что там надо быть очень осторожными, чтобы за хорошими замыслами не сделать плохого. Пишет нам в WhatsApp один из наших слушателей, народ не ходит на выборы по двум причинам, часть уехала, и плевать они хотели, что здесь происходит, вторая часть не верит тем, кто власти, ни латышам, ни русским. Пока вы это не поймете, вы будете придумать мнивые поводы низкой ярки, пишет нам Влад. Ну, понимаем и то, и другое. У меня к вам, наверное, ну, может быть, возможно, личные вопросы, про ваше ощущение личное. Вы, господин Павлюц, были когда-то в Сейме, в правительстве, потом в правительстве были в качестве министра, потом из политики чуть-чуть ушли на какое-то время, сейчас возвращаетесь. И вы, господин Далдерис, были, сейчас не возвращаетесь, но все равно как-то участвуете в политической жизни, в том числе в жизни партии. Какие у вас чувства на сегодняшний день? – По-моему, все идет так, как должно это быть. Если лично мне, потому что я уже в политике 2009 года, это 9 лет, это такой цикл, который, ну, такой в жизни есть. Так что ни у кому тут, Влад, и особенно не удалось дольше работать. Это нормально, надо менять всю жизнь. Никогда не думал, он знает, что я уже год назад уже говорил, что всю жизнь не собираюсь работать в политике, и всем желаю тоже так думать, и все-таки не думать, что всегда будешь хорошим, всегда будут тебя выбирать. Просто не надеяться на это, и надо посмотреть трезво на вещи. – Примем еще один звонок. – Я тоже хотел ответить, но относительно господина Далдериса, я помню весной, как он говорил, что не будет баллотироваться, все-таки баллотировался, но мнения, наверное, меняются иногда. Это нормально. Относительно меня, я первый раз выступаю на выборы. Первый раз. То есть, министром я был технократом беспартийным. То есть, меня пригласили чисто в силу моих профессиональной квалификации министром экономики в 2011 году. Первый раз выступаю в большую политику, и я рад успеху, рад оказанной нашей партии, новой партии поддержки. И очень надеюсь вот эти надежды выполнить или как бы… – Оправдаются? – Оправдать, да. Спасибо. – Надевайте наушники. – Да. – Доброе утро. – Добрый день. Смотрите, если бы я неэффективно работал месяц, уже бы давно был уволен. Тут человек 9 лет сидит и нет проблем. Смотрите, какое у меня хорошее предложение. Ну, не в Атве, конечно, но в других странах все политики, они живут на откатах от господрядах, да. И вот эта практика, она прям классно функционирует, что люди в политику идут и прям счастливы по 9 лет там сидят, да. А почему бы мне, простому налогоплательщику, не сделать эту самую систему? Вот смотрите, я вам плачу налоги, а с этих налогов хочу возврат налогов. Это же самый откат. Так во всем мире. Это самая лучшая стимуляция экономики. Чем больше я налогов заплачу, то налоги, по сути, не я плачу, а мой клиент платит. Тем больше мне отдадут, как везде, в Португалии, в Дании, в Швеции. Простая система. На 100 отданных евро мне вернут примерно 60. Но не чистыми деньгами, а в виде каких-либо услуг, там ремонта машин, зубов, квартиры, еще чего-либо. И мы создадим внутренний товарооборот. И не нужно будет никакие взаимствования на внешнем рынке. То есть я налогоплательщику хочу, такой же откат, как вы, ребят, берете. Неужели это просто? Спасибо. Ну что ж, то, что накопилось, как бы, некоторые представления того, как функционирует полиция и так далее, я никого обвинять не хочу. Как бы натерпелись за 27-28 лет. Вообще-то в этом принципе, который был здесь описан, какая-то логика есть. В принципе, если по сути посмотреть, как функционирует система налогообложения в любой стороне, то что-то подобное, собственно, и происходит. Происходит что? Платятся налоги. То есть, скажем так, исторически-то данью называли. То есть платим условно дань и за это получаем определенные услуги плага. А как же? Дороги же есть. Есть образование, которое на многих уровнях даже до сих пор было бесплатным. То есть не бесплатным за это же страна, через налоги платил. Мы собираемся вот как бы продвигаться дальше по этой клее. Наша партия конкретно за развитие АТС и ПАР предложила модель бесплатного высшего образования, по примеру, скажем, Финляндии, которая является... Да, это совершенно реально. Это стоит 45 миллионов евро по нашим подсчетам с ближайший год в год. Словно это, в принципе, сумма возможная. И я думаю, что как бы вот принцип такой, я плачу налоги, а вы мне отдавайте услуги, и совершенно реальная, и легальная, и нормальная, и никакая... Тут даже нет тени коррупции в этом. Это контракт между населением, который платит налоги, бизнесом, который платит налоги, и получать хорошую услугу госуправления. Да, так должно хорошо функционировать наша страна. Тут задают вопрос Юрий в WhatsApp. Почему человек не может работать в двух микропредприятиях, когда это изменит? Спросите господина Далдерс, зачем такой законопроект вообще был принят? Да, ну такой законопроект был принят, потому что многие люди, которые работали раньше в общем режиме налога, просто вышли и начали работать только в микропредприятиях, и из этого платили, не платили свои взносы социального страхования. Это самое главное. У нас получилось, что большая часть людей, уже несколько сот тысяч людей остались без социального, почти, почти без социального, и очень маленьким социальным, ну, дрожь, знаю, обеспечением. И это, конечно, для уже будущего, большая-большая проблема может разникнуть, когда эти люди захотят и будут выходить на пенсии, тогда просто не будет, почти не будет пенсии, и тогда остальной части населения придется все-таки как-то вот поддерживать этих людей, которые работали в общем режиме. Так что это не очень тайсные отношения, и из-за этого мы просто поняли, потому что микроучреждения, это был кризисный такой пример, как что-то сделать, потому что это действительно очень большая проблема, и это помогло для многих, но этот режим, конечно, долго работать не может. Но он очень прижился, не говорит ли это о том, Да, он очень быстро, никто не представлял, потому что сначала идея была 15% от оборота, которое было нормально, и рассчитано, что это все-таки придет какой-то налог и в социальный бюджет. Но потом чисто популистическим побуждением сделали это 9% от оборота, и это уже социальные выплаты не получаются, почти никакие. Это люди, это кто-то должен за это нести ответственность, потому что людям надо будет все-таки какую-то социальную поддержку потом получать. С прошлого года опять 15%? Да, это нормально, это уже сейчас видим, что новые микропредприятия, которые действительно не микропредприятия, они не создаются. Просто если человек действительно живет, маленький микропредприятий, он живет этим и работает этим, и не думает, что он будет какой-то очень большой, со временем, это нормальный режим, это облегчает ему платить налоги и остальное. Мы считаем, что действительно необходимо в нашей налоговой системе создать совершенно легальный, разумный способ поддержать маленький бизнес, семейный бизнес, начинающий бизнес и так далее. В силу того, что один из людей, которые звонили ранее, говорил насчет того, что бизнесу трудно, малому бизнесу, мы это отлично понимаем, есть ли конкретные отрасли, в которых это особенно трудно, в силу того, что конкуренция за рабочую силу возрастает, то есть тут у нас определенные проблемы, и напор на зарплату будет расти в любом случае, это не страна создает, это не минимальная зарплата, которая создает напор на рост зарплат. Я хочу сказать, что мы видим, как в решении этих проблем введение более широко фиксированного налога, микроналог, это не фиксированный, это налог с оборота, независимо от ставки. То есть это зависит от оборота. Мы считаем, что необходимо расширять применение по принципу патентной платы, условно скажем, кафе, плата за столик и так далее. То есть как бы все включено, all inclusive, заплатил, забыл. И отрасли в принципе очень положительно смотрят на такой подход, будем обсуждать. Примем еще звонок. Называйте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сделайте приемник потише, пожалуйста. Да, сделал, сделал. Так вот, смотрите, я вот смотрю, самое страшное, что Латвия за 27 не получила, это единство. Посмотрите, давно у нас нет уже ни латышской партии, ни русской партии. Как в той партии, так и в другой партии много латышей, много русских и так далее. Вот это искусственное деление, взято у Наполеона, разделяя власть. Вот до тех пор, пока вы это не живете, и не уберете, вот этот миф, фейк, ничего не получится. Вас избрал, вы правильно сказали, латвийский народ. Вас латвийский народ избрал для того, чтобы вы государство подняли вверх. А вы не только не слушаете от латвийского народа, вы думаете какие-то красные линии, которые якобы вам мешают. А это ложь. Я сам доктор технических наук преподавал в институте. Я говорил своим студентам. Идет поезд, в нем сидит 150 человек в вагоне. Заходят три хулиганы, что хотят, то и делают. Почему? То же самое происходит у вас сами. Десяток националистов, они полностью вам дают направление, как работать. Спасибо, мы вас поняли. Очень мало времени у нас остается, чтобы тоже успели ответить нашим гостям. Относительно главного темы, изначально по поводу этнического раскола политической сцены и населения страны, я совершенно согласен. Одно из основополагающих принципов создания нашего политического движения в прошлом году было как раз предотвращение этого этнического раскола, сглаживания вот как бы вот этого вопроса, через диалог со всеми странами, всеми этническими группами, разными группами латвийского общества и так далее. То есть я совершенно согласен, от этого мы должны уходить и будем уходить. Это основа нашей партии. При этом, к сожалению, вот этот раскол, он укрепился. Если посмотреть, скажем, по нашим результатам голосования в городе Рига, нашего списка, атеисты и байпар, у нас было несколько человек с очевидными русскими именами. К сожалению, они в итоге голосования упали в самый низ нашего рижского списка. И я вынужден сделать вывод, что до сих пор как бы в действия, вот есть эти на практике, да, вот эта дискриминация существует. Мы хотим с этим бороться, мы будем с этим работать, чтобы такого будущего не было. Вы бороться хотите, но судя по тому, что нам показывают результаты, должно быть, в коалиции будет либо национальное объединение, либо новая консервативная партия, если вы хотите тоже там быть. Или обе. которые, ну, мягко говоря, не так, чтобы они выступают за то, чтобы вот не было этого раскола или как-то поддерживают, а наоборот, некоторые действия того же национального объединения говорят совершенно об обратном. Но для того мы должны быть в коалиции, чтобы сделать определенный противовес такой политике и моноэтнической, да, то есть мы с этим не согласны. Но возможно ли сделать? Я думаю, что все партии хотят, чтобы было и монолитное общество в Латвии, но каждый путь и путь к этому видит по-другому. Спасибо. Нам пора заканчивать уже, к сожалению. Сопредиздатель партии для развития «ЗА», руководитель партии движения «ЗА» Даниэль Павлюц и член партии единства депутата 12-го Сейма Индалдерис были у нас в гостях. Спасибо большое. Судя по количеству звонков, есть у нас еще вопросы. Мы будем принимать звонки во второй части, так что вы можете нам звонить, а гостями наверняка еще будет возможность поговорить в эфире. Спасибо большое. Всего хорошего.